В прошлом видео я рассказывал про роботов, как они работают, и сейчас я хочу описать алгоритм, который будет реализован, который я хочу реализовать в качестве робота. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Данное видео будет понятно тем, кто закончил курс по опционам, скорее всего, и тем, кто знает немножечко программирование. Ну, а другие могут просто, ну, возможно, что-то поймут. Итак, смотрите, предлагается следующий алгоритм для программирования в виде робота. Смотрите, первое, что мы делаем, это продаем два опциона на центральном страйке, опцион put и опцион call. Но те, кто прошел курс по опционам, понимают, что это будет выглядеть примерно вот так. Вот, здесь угол 45 градусов и высота здесь будет h. Высота вот этого, вот этой пирамидки будет h. Вот, теперь дальше. Наша цель, да, и понятно, что мы получим, это наша прибыль h, которая состоит из премии за проданный опцион put и проданный опцион call, то есть двойная премия. Почему она двойная? Потому что на центральном страйке они одинаковы. Вот. И наша цель получить прибыль какую-то. Вот эта вершина, это максимальная наша прибыль h. Максимальная прибыль, которую мы можем получить. Мы ее не можем сильно регулировать, потому что, в принципе, она зависит от волатильности. И данный алгоритм можно назвать как покупка волатильности. Вот. Значит, смотрите. Наша цель – получить вот эту вот прибыль h. Но мы ее получим, если на момент экспирации стоимость базового актива будет в точности равна этому страйку. Вот. Тогда мы получим эту прибыль h. Но мы-то люди разумные, поэтому мы понимаем, что этого не произойдет, скорее всего. Скорее всего, цена будет меняться. И поэтому мы берем и закладываем какой-то параметр. Вот такой. Мы умеряем нашу жадность. Вот. Смотрите. Вот это h – это 100%. Или единица. Но мы вводим еще один параметр. Это r. Ну или я назвал его r. Вот. Что это будет за параметр? Это будет коэффициент жадности, грубо говоря. Или терпимости. Кто как может назвать. Вот. Поэтому, значит, коэффициент жадности, он меняется в промежутке от нуля до единицы. 0,1. И это доля, которую мы хотим получить. Ну, предположим, что r равно 0,9. Поэтому вот здесь вот высота вот эта, вот эта высота у нас будет равна h умножить на r. Вот она, эта высота. h умножить на r. И мы будем стремиться удержаться вот на этой вершине. Ну, если будет возможность, мы сможем ее немножечко приподнять. Каким образом? Смотрите. Ну, мы знаем, что вот график этой функции – это, значит, проданные опционы на центральном страйке. И угол наклона вот этих вот боковых левой и правой сторон – 45 градусов. Поэтому, если мы отступаем от высоты h до h умножить на r, то получается, что вот этот вот отрезок вниз равен h умножить на 1 минус r. Ну, это достаточно очевидно. Вот, то есть, это величина, на которую мы готовы опуститься. Но при этом, при этом у нас получается, что вот этот вот треугольничек, который получается, сейчас я его покажу. Вот он, вот этот вот треугольничек. Здесь прямой угол, здесь 45 и здесь 45. То есть, соответственно, у нас цена базового актива уйдет на именно вот эту величину h умножить на 1 минус r. Ну, скажем, ну, чуть позже об этом. h умножить на 1 минус r. Что будет, если величина базового актива ушла в эту сторону? Мы покупаем, вот если в эту сторону, то мы покупаем фьючерс соответствующий. Если в эту сторону, то мы продаем соответствующий фьючерс. И давайте я нарисую, что произойдет вот здесь. Вот здесь произойдет следующее. Мы вот покупаем фьючерс соответствующий. Вот здесь покупаем. И, соответственно, что происходит дальше? Дальше у нас получается, что основная уже наша позиция будет выглядеть вот так. Вот до сих пор поднимаемся, фиксируется эта высота, и дальше она идет вот сюда, потому что купленный фьючерс у нас компенсирует потерю внутренней стоимости проданного опциона Call. Вот, и что происходит? Если цена базового актива растет, то мы остаемся на данной высоте. Если цена базового актива начинает падать, то смотрите, что происходит. У нас фьючерс начинает приносить убыток, но при этом растет внутренняя стоимость проданного опциона Call. Так происходит вплоть до страйка. Поэтому, значит, когда мы покупаем фьючерс, у нас следующий этап – это… То есть первое, что мы делаем, это определяем страйк. Центральный страйк. Как его можно определить? Ну, мы берем шаг страйка, берем цену, цену делим на шаг страйка, округляем до целых и умножаем снова на шаг страйка. Получаем страйк. Вот, и дальше пишем, что… Включаем наблюдение, страйк левый, потому что вообще говоря, страйк будет меняться. Страйк левый равно страйк правый равно страйк. И еще одна переменная, которую мы введем сразу же, это будет переменная называться… Так, у нас страйк левый, страйк правый. Сейчас они равны друг другу. И еще будет одна переменная, будет называться watch. Watch – это, значит, наблюдение. Наблюдение может быть, смотрите, если цена ушла влево от страйка, то мы ее будем… Значит, три параметра будет. Если цена ушла влево от страйка левого, то это называться будет watch left. То есть, если мы включаем хеджирование левого крыла… Если мы включаем хеджирование, включено хеджирование правого крыла, это будет R. А если хеджирование отключено, то это будет N, нейтральное. То есть, поэтому мы сейчас пишем N. Вот оно, наше хеджирование. Watch. Вот. Теперь дальше. Следующее, значит, пишем второй шаг нашего алгоритма. Так, английский, сразу пишу. Если цена прайс больше, чем страйк R, плюс h умножить на единица минус R, то что мы делаем? Ну, я грубо пишу, конечно, buy, то мы покупаем, ну, бренд в данном случае, да, базовый актив, ну, базовый актив назовем вот так вот, базовый актив по цене, да просто по цене, вот по этой, по цене текущей. Вот. И в то же время устанавливаем watch равным R. То есть, мы начинаем наблюдать за R. Все, значит, мы закрываем здесь скобочку. Дальше пишем else if. А, ну, здесь условия пишем. Если в обратном направлении прайс меньше, чем страйк лефт минус h умножить на единица минус R, то вот такая конструкция. Соответственно, здесь будет уже sell. Базовый актив. И, соответственно, тут же watch равно left. Все, скобка закрывается. Вот такая конструкция. То есть, смотрите, качельки. Если пошла сюда, то сюда. Да, и еще, наверное, здесь же надо поставить стоп-лимит. Поэтому здесь же мы поставим стоп-лимит. Стоп-лимит. Стоп. На. Не будем мы ставить стоп. Вот такая конструкция. Все. Смотрите. Вот он первый шаг. То есть, мы наблюдаем, когда мы за всем за этим наблюдаем. А мы за всем за этим наблюдаем, когда у нас watch равен нейтральный. Правильно? Поэтому ставим вот здесь, если watch равно, так, нейтральный. Если watch равен нейтральный, то при нейтральной ситуации мы наблюдаем вот за этим. Если же watch равен ненейтральный, то мы наблюдаем уже за перемещением вправо. Что будет дальше? Смотрите. Дальше у нас вот где-то здесь будет следующий страйк. Сейчас я его попытаюсь нарисовать. Вот он, следующий страйк. Так. А, вот так. Вот. Мы рисуем следующий страйк. Видите, да? Когда цена доходит до следующего страйка, что происходит? Происходит следующее. Вот временная стоимость уже вот здесь вот. Вот когда цена дошла сюда. Вот цена дошла сюда. Временная стоимость вот этого опциона call, она у нас снижается. И, соответственно, внутренняя стоимость начинает генерировать. Ну, как бы она генерирует убытки. Но эти убытки по внутренней стоимости компенсируются полностью нашим купленным фьючерсом. Прибылью по фьючерсу. А, ну, как бы временная стоимость у нас вот так вот снижается. Вот. И поэтому вот здесь вот мы что делаем, когда цена дошла выше, чем страйк, уже следующий страйк. Не правый, а правый плюс один страйк. Что мы делаем? Мы выкупаем вот этот опцион call и продаем вот этот опцион call. Что получается? Что мы в деньгах ничего не потеряли, потому что мы отсюда идем вот так вот. Но при этом мы выкупаем уже пониженную временную стоимость. А здесь продаем повышенную временную стоимость. То есть мы ничего не теряем. И у нас получается уже картина не такая, а уже получается картина следующая. Уже получается вот такая картина. То есть здесь мы берем, когда вот это делаем, когда у нас, то есть если watch равно R, то есть следующая операция, если watch равно R, то мы берем, выкупаем опцион call, который у нас продан был и продаем вот этот опцион call. С фьючерсом ничего не делаем. С фьючерсом ничего не делаем, поэтому у нас вот эта линия продолжается сюда до тех пор, пока фьючерс растет. Но фьючерс мы будем продавать, когда он начнет падать ниже, чем strike R. То есть мы берем, переносим strike R, и когда у нас watch равно R, сейчас я попытаюсь это объяснить, вот, значит, ну буквально вот здесь сейчас попробую написать эту конструкцию. Мне кажется, я уже, так сказать, все объяснил. Так, 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 русский, нет, английский нужен, так, вот оно. Значит, если watch равно R, то если price, скобку забыл. Опа, вот, сработало, сработало наблюдение у нас, больше 42. Сейчас я, да, переключаюсь, и, значит, новая демонстрация, quick. Это я, вот она, пошла нефть расти. И, соответственно, вот именно это я делаю. Я включил в окне оповещений, вот оно, оповещение, только что оно сработало. Оповещение, оно выдало мне на экран, что цена выросла выше, чем 42. Как раз именно тот случай, который я прямо сейчас и рассматриваю. Смотрите, что я делаю. Вот у меня как раз эта конструкция нарисована, и я беру, выкупаю вот этот вот опцион 41 сейчас. Вот, я его выкупаю по RUB 69. RUB 70. Покупаю. Вот прямо вообще в кайф сработало так. Выкупаю его. Так, почем у него, так сказать, теоретическая цена, интересно. Так, RUB 85 теоретическая цена, поэтому по RUB 80 я смело его могу выкупить. Все, значит, я его выкупаю и тут же продаю следующий опцион. Вот этот. Продажа по RUB 24. Так, значит, у нас RUB 23 теоретическая цена, поэтому... Ну, здесь мешкать, в общем-то, так сказать, не стоит. Вот, RUB 24 сейчас, может быть, он продастся. То есть вот сейчас это происходит. Как раз на глазах у нас. Так, RUB 17 уже кто-то хочет продать. Ну, продаем. Не будут здесь... Все, продал. Вот, что происходит. Теперь смотрим на нашу стратегию. Сейчас я ее загружу. Так, у нас вот этот счет в данный момент. Вот, посмотрите, что происходит со стратегией. Вот она. То есть, смотрите, вот у нас была такая, стала такая. Сейчас я чуть-чуть масштаб изменю. Вот, если я убираю фьючерс, то у нас получается вот такая цена. И у нас даже выросла цель. Вот она. И фьючерс у нас продан. Вот он. И фактически это получается проданный опцион PUT почти, но с хеджированием. Потому что как только фьючерс, смотрите. Вот, как только фьючерс уйдет сюда, то мы его продаем и получается мы идем вот по этой линии. Вот такая простая, простой незамысловатый алгоритм. Теперь смотрим. Количество... Процент использования ГО 46. Почему? Смотрите, у нас 50% ГО расходуется на левое крыло, 50% ГО на правое крыло. Вернее, часть ГО расходуется на левое крыло, часть ГО на правое крыло. И остаток используется для хеджирования. Хеджирование используется при помощи фьючерсов. Вот такой незамысловатый алгоритм. Смотрите, мы только что перенесли вот это вот правое крыло. Если цена пошла вниз, если цена пошла... Если цена идет дальше, то у нас ничего страшного, мы идем до следующего страйка и делаем со следующим страйком то же самое. Если цена возвращается вот сюда, вот сюда, то я поставлю стоп-лимит на новом страйке уже. Вот и все, собственно говоря. Страйк R – новый стоп-лимит. Вот такая ситуация. Сейчас я беру и вот здесь, вот у меня стоп стоит, да? Я беру и этот стоп переношу куда-то вот сюда. Вот. Куда я его переношу? Смотрите. Я его переношу на величину H умножить на 1 минус R. У меня это было 2 доллара. 2 умножаем на 0,9. Я R решил, что будет 0,9, поэтому 0,18. 42 минус 0,18 получается 0,88. Вот так, где-то здесь. Все. Вот такой простой алгоритм предлагается для робота. Но сейчас я его хочу пока проработать в ручном режиме. То есть вот через стоп-лимиты, да, и у меня вот они, вот окно наблюдений. Здесь я ставлю в окно наблюдений, значит, вот меняю вот этот параметр. Сейчас смотрим окно наблюдений. Так, заменить сообщение. Что у меня тут? Цена упала до 41, значит, цена упала, значит, уже до 42. Вот. Цена упала до 42, фьючерс продан. И, значит, если цена меньше либо равно, чем 41, ну, у меня уже 89 стоит. Так, какой у меня язык-то, почему у меня? Сейчас, секундочку. 41. 89. Если меньше либо равно, то у меня стоп-лимит срабатывает. И, собственно говоря, все. Можно здесь поставить звуковой файл и записать. Цена упала, так сказать, там ниже. Но, как бы, вот так. Так. Снято. Номер 4 зарегистрировано. Все. Вот у меня наблюдение. Включается. У меня выскочит снова сообщение. Вот это вот. Что бы я ни делал, у меня робот стоит. Причем, смотрите, вот оно вот, оповещение исполнено. Она сработала. Я чем-то занимался в интернете. Но у меня выскочило, что пора посмотреть. Все. Робот бдит. Окно оповещений работает. И, собственно говоря, все выполняется. Сейчас у меня два наблюдения. Значит, здесь у меня left. Здесь right. Вот все. Ну, как бы, то, что я хотел сказать про алгоритм. Кто что понял хорошо, кто что не понял плохо. Но посмотрим, как это будет работать. Пока, посмотрите, у меня по стратегии еще раз показываю. Значит, вот она. Ожидаемая доходность 2. Чего 2? А, нет, она не изменилась. 1275. 1275 рублей при цене базового актива. При, значит, на счете, сколько там у меня? В районе 20 тысяч рублей. 23 тысячи рублей. То есть в районе 5% за неделю. Это вот такая цена. Скажите, пожалуйста, какие риски вы видите от данного алгоритма? Ну, и, собственно говоря... А, мне надо еще один watch поставить. Да, 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 да. Сейчас вот я забыл. Давайте ставим еще один watch на следующее оповещение. По параметру я ставлю оповещение. Если цена больше либо равна уже 43, если она вырастет больше 43, то цена на нефть поднялась. Я помню, что третье оповещение нужно поднялась выше 43. Вот оно, оповещение. Это значит, что надо делать следующую передвижечку. Все. Вот оно. Вот три оповещения у меня работают. Ну, вот так вкратце. Те, кто занимается программированием и прошел курс по опционам, ну, те поймут все. Те, кто не прошел курс по опционам, могут его пройти для того, чтобы понимать, как это работает. Ну, а если не хотят ни то, ни другое, то, соответственно, можно подождать результатов. Когда результаты будут стабильны, можно будет, будет механизм, как подключиться к данному роботу, если он будет приносить прибыль. Вы четко знаете его внутренности. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Оставайтесь на моем канале. Продолжение следует.